Всем привет! Сегодня я решил вас порадовать знаете чем? Оладушками. Оладушки это все-таки завтрак, это то, что мы любим с утра. Делать его довольно просто, его говорю, оладушек. Оладушки их делать гораздо проще, чем, например, те же блины. Рецепт блинов у меня есть на канале, а оладушки будут впервые, причем это не обычные оладушки. Оладушки будут у нас на ряженке, не на кефире, а на ряженке. Ну, то есть можно было бы сделать на кефире, вы все это умеете делать. А почему бы я подумал, не взять вместо кефира ряженки, она вкуснее. Да, я ее иногда пью так. То есть это тоже кисломолочный продукт. Значит, мне нужна ряженка яблоки. Яблоки у нас будут как начинка. Ну, не как начинка, а они будут у нас частью оладушек. Мука, сахар, тут у меня пудра, бейкинг-паудер, это разрыхлитель, да? Соль, да и в общем все. А, вот такой помощник, зеленый, красивый помощник. Старвинт, миксер, который я планирую потестить, привезли. Огромная благодарность. Насадок куча. Ну, в общем-то, вы же знаете, для мягкого теста, для жесткого теста крюк. Вот такая вот юбочка для того, чтобы не брызгалась. Но, честно признаться, я, например, эти юбочки не люблю. Ну, потому что ее надо там насаживать, смыть потом и так далее. Но вещь хорошая. Знаете, кто занимается кондитеркой, они без них обходиться не могут. На этот планетарный миксер ссылочка в описании. Там зайдите, прочтите. Цена, технические характеристики, все-все-все есть. Почему планетарный миксер? Да потому что он делает все за тебя. Не нужно париться и не нужно мешать венчикам. В общем, одной рукой сыпать, другой мешать. Планетарный миксер все-таки тема такая, добротная. Так, ряженка отправляется сюда. Пропорции говорить будем? Да, пропорции говорим. У меня пол-литра ряженки. Пол-литра ряженки. Пропорции у меня будут не все, потому что дело это творческое. Сахар 3 чайные ложки. Много сахара нельзя, иначе они будут сильно-сильно подгорать. Соль пол-чайной ложки. Вот все говорят, щепотку соли. Помните, у меня, я почему настаивал, чтобы рецепт моих блинов был точно исполнен. Потому что количество сахара и соли важно для создания вкуса. Так и здесь. Ну, что такое щепотка соли? Да, пол-ложки закиньте, чтобы хоть как-то соль ощущалась. Иначе у вас не будет того высокого вкуса. Здесь я не даю точных пропорций по одной простой причине. Если блины все-таки это точная наука, то оладьи я привык делать на глаз. То есть я просто понимаю, какие они должны быть по консистенции. И так каждый раз делаю. Разрыхлитель или сода. Вот смотрите. Значит, соды. Треть чайной ложки надо бы сюда закинуть. Ну, хотите побольше пузырей, закиньте половину. Разрыхлитель можно чуть больше. То есть вот пол чайной ложки с горкой я добавляю сюда разрыхлителя. И, соответственно, начинаю смешивать все это на небольшой скорости. Вот. Кисломолочный продукт, разрыхлитель сразу же стал работать. Видите, он начал надуваться. Опускаем. Включаем. Здесь шесть карасей я поставил на четверочку. И сразу же начинаю добавлять муку. Вот смотрите. У меня муки здесь я отвесил 200 граммов. Но я сейчас буду ее добавлять постепенно. Добиваясь определенной консистенции. Тесто для оладьев должно быть, знаете, как густая сметана. Все, добавляю по чуть-чуть. Миксер сам за меня размешивает. Так, по чуть-чуть добавляем, добавляем, добавляем. Значит, нужно посмотреть, что у нас с тестом. Густое оно или жидкое. Жидкое или густое. Ну, вот, смотрите. Я, знаете, какое люблю. Если тесто сделать очень густое, они получаются как коржики какие-то хлебные. Поэтому я его стараюсь сделать, знаете, как такая 15-процентная сметана. Видите, как стекает. Во-первых, я люблю, чтобы оладушки были небольшого размера. Во-вторых, все-таки предпочитаю, чтобы она была как 15-процентная, а не как 20-процентная сметана. Все, лопатку обычно всегда об венчик. Вот так вот соскребаем. Тесто у меня смешивалось примерно где-то минуту-полторы, может быть. Ни одного комочка там нету. Теперь я беру яблочки. И вот смотрите, это делается все, конечно, по вкусу. Я кубиком нарубил яблоки. И вот сюда вот добавляю, перемешиваю. Вот добавляйте, перемешивайте. Смотрите, если яблок много, значит уже достаточно их добавлять. Но у меня где-то примерно половина яблока. Это грани-смит, обычное зеленое яблоко. Порезанное, я думаю, вот этого будет как раз достаточно. Половинки небольшого яблока. Да, лучше это делать без шкурок. Кстати, сюда можно добавлять кусочки кураги, сушеный абрикос. Можно кусочки персика сушеного добавлять. Можно добавлять изюм. В общем, все, что хотите. Кто любит потолще, погуще, поплотнее. Вот здесь как раз у меня осталось, наверное, где-то граммов 30, может быть 50 муки. Что гадать, можно взвесить. Сколько муки осталось у меня и сколько вошло сюда. То есть, как вот мой глаз работает, например. Так, ставим тару, снимаем. Снялась тара. И я высыпаю муку. Вот смотрите, у меня было 200, а осталось 48. Ну, то есть, видите, я практически не ошибся. 150 граммов на 500 граммов ряженки. Не миллилитров, 500 граммов ряженки, 150 муки. Это мой личный вкус. Я люблю пожиже и помягче. Если хотите, вот как раз можно этот полтишок туда досыпать. И они будут гораздо гуще, чем те, которые в итоге получаются у меня. Ты мне объясни, человек, который ни хера не понимает. Ты сказал, они будут воздушными. От чего? От разрыхлителя. Вот. Я вот просто для дебила. Ну, то есть, для меня. Еще раз объясняю. Значит, разрыхлитель или сода взаимодействует с кисломолочным продуктом. Не нужно ее гасить для того, чтобы она начала выделять газ. Пукать. Понимаете? То есть, в любой кисломолочный продукт, в кефир, вот можете даже налить воды, добавить туда сметаны кислой, мацони и добавить разрыхлителя. И он будет уже работать. Поэтому они будут наполняться воздухом при обжарке. Пора выпекать. Значит, масло льем достаточно много. Ну, то есть, смотрите, его не должно быть мало. Но не должен быть фритюр. Они не должны плавать, как пончики, да? Теперь берем ложечку. Я вам рекомендую, знаете, что сделать? Пожарьте маленький оладушек. Вот прям вот такой. И попробуйте. Соль, сахар. Потому что яблоки еще свой вкус будут давать. Может быть, кто-то любит корицу. Но это рекомендую добавлять потом уже в готовые. То есть, главное, что попробуйте на вкус, достаточно ли вам сахара. Потому что вкус у вас разный. У всех я, конечно, делаю какой-то унифицированный вариант. Вот, смотрите. Наливаю оладушки. Оставляйте место. Все делают толстые, много муки, плотные. У меня, видите, они растекаются. Нежные, потому что. Так же, как и блинчики. Да, тесто жидкое. У некоторых не получается. А у кого получаются, те потом навеки остаются поклонниками этих блинчиков. Почему? Да, потому что они нежные очень и тонкие. Так же с оладьем. Вы можете зафигачить туда любое количество муки. Сделать их вот хоть вот такой толщины, как хлеб. Но я люблю, чтобы они были тонкие и нежные. Переворачиваем аккуратно. Во! Яблочки у нас будут внутри. Да? Оладушки получаются с припеком. Жарим на температуре не очень большой. Для того, чтобы они медленно пропекались, внутри не должно быть никакого сырого теста. И не забывайте, что лишнего масла нужно избегать с помощью чего? Правильно. Салфеточку стелем, на нее выкладываем. Ну, тут понятно. Вот вы когда надавливаете, видно, что они внутри пропеченные. Если они прям совсем как бы в жижку у вас уходит лопатка, значит, нужно еще немножко дать постоять. О, видите, сколько там воздуха образуется. Но это потом разорвем, посмотрим. И самое главное, что они не очень толстые. Так, ну и все остальное делаем так же. А для того, чтобы оладушки было вкуснее есть, да и, в общем, и к блинам тоже подойдет. Знаете, какой соус, намазка, как бы это можно было сказать. То, с чем едят оладьи или блины. Топинг. Точно. Топинг, топинг, топинг. Да, топинг, хорошо. Сливочное масло. Ну, вот примерно 150 граммов. Оно должно быть мягенькое, комнатной температуры. Отправляем сюда. Добавляем сюда. Значит, что? Мед оттариваем. Тара. Значит, используем вот такой вот венчик. Лопатка для мягкого теста. Можно сразу же уже опустить. И добавляем сюда порциями мед. Значит, 150 масла, 100 меда. Ну, короче, весы, кто мне эти весы привез? Не оттариваются они. Может, больше нужно просто? Ну, они в минус должны уходить. Ты, е-мое. В общем, я на глаз тогда просто делаю мед. Приблизительно на глаз. Все готово. Мед прекрасно объединяется со сливочным маслом и превращается в такую намазочку. Знаете, если в нее добавить чуть больше меда, ну, например, там вы добавляете, добавляете, понимаете, что, ой, а что-то я больше добавил. Периодически можно просто взять вот так вот остановить и попробовать. Это просто шикарно на вкус. Собираете все это и в холодильник немножко остужаете, она получается поплотнее. При комнатной температуре подержите, она станет мягче. И вот я вам гарантирую, с блинами и оладьями это вообще самая вкусная, привкусная вещь. Видите, визуально оно как будто бы не поменялось. Если у вас, хотя сказать, нет утеки, если у вас мед густой, его можно подтопить немного. Но вы знаете, да, что та самая важная часть меда, которая называется диастаза, уже там примерно ближе к 50 градусам нагрева исчезает. Ну, то есть перестает жить. Мед бесполезный становится. Поэтому его либо можно подержать в теплой водичке, там градусов 35-40, пока он не подплавится чуть-чуть. Но лучше всего использовать именно жидкий мед. То есть тот, который не засахаривается. Вот у меня, видите, совершенно обычный жидкий мед. Ну и когда все оладушки готовы, нужно непременно их попробовать. Класс! Яблоко хрустит. Ряженка в меру кислит. А масло с медом очень сладкое и вкусное. Все вместе превращается в прекрасный завтрак. Ну, а если кто-то любит их на ужин, то, пожалуйста, ешьте на ужин. Дорогие друзья, хочу пожелать вам приятного аппетита. Обязательно повторите этот рецепт. Ну и адаптируйте его так, как вам по душе. Потому что это мое видение. А вам дальше самим решать, как быть с этим рецептом. Вот поэтому лайки, в комментах пишите свои вариации. Вы знаете, я с удовольствием их читаю. Ой, у меня аж прям слюна идет. Я за следующим потянусь, а с вами попрощаюсь.